ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представит вам смартфон Nokia Алексей Мичурин, эксперт телеканала Shop and Show. Кстати, я знаю, что ты по образованию как раз связан с электроникой. Да, как раз 92-й год я поступил в институт, и мы занимались компьютерной техникой, программированием и так далее. Поэтому это моя прямая специальность. Ну, а бренд Nokia занялся созданием мобильных телефонов и сотовой связи намного раньше. Это произошло аж в 60-х годах прошлого года, когда они стали создавать беспроводную связь. Тогда сначала были мобильные телефоны, а потом уже в 90-х годах появилась сотовая связь. То есть бренд Nokia – это родоначальник, это основоположник, это законодатель моды в области сотовой связи и мобильной техники. Ну, и бренд Nokia знает все. У кого бы я ни спрашивал, это всегда самые восторженные отзывы о том, что надежные, красивые, неубиваемые телефоны и смартфоны Nokia. Nokia по-прежнему занимается производством оборудования для создания вот как раз сотовых связей, в том числе и выпускает вот такие замечательные смартфоны. Итак, чем хорош данный смартфон? Во-первых, хочу обратить внимание на его долгожительство. То есть объемная батарея 4500 мАч – это двое суток работы. То есть вы двое суток не задумываетесь о том, чтобы подзаряжать. Соответственно, и социальные сети, и видеофайлы на YouTube в онлайн-кинотеатрах, и навигационные программы, и обучающие программы, и новостные сайты, которые вы будете запускать на этом смартфоне, вы, соответственно, будете получать удовольствие и не будете терять смартфон, когда он у нас, соответственно, отключается в самый ненужный момент. Дальше. Обращаю внимание на то, что здесь очень хорошие объективы. Камера. 13 мегапикселей и 2 мегапикселя в совокупности с искусственным интеллектом дают нам хорошее качество фотографии. Давайте я вам сейчас покажу вот такой ночной режим, то есть когда мы с вами гасим свет, когда отсутствует освещение, когда фотографируем в сумерках либо ночью, то, естественно, смотрите-ка, Nokia подстраивается под наше освещение и делает хорошие качественные фотографии. То есть вам не нужно специально выбирать какие-то настройки. Все это делается в автоматическом режиме, искусственный интеллект обрабатывает фотографии и даже ночью, даже в отсутствии качественного, хорошего освещения мы получаем очень хорошие фотографии. То есть, опять же, хороший объектив плюс искусственный интеллект дают возможность печатать хорошие качественные фотографии. Дальше. По размеру. Экран 6,5 дюймов. Это уже тенденция, поскольку очень много приложений, очень много видео мы смотрим, экраны растут, потому что мы хотим видеть большую, хорошую, качественную картину. Конечно, чтобы глаза не вставали. 6,5 дюймов – это оптимальный вариант для того, чтобы удобно держать было, и в то же время мы с вами действительно видели сразу большое экран, большое изображение. Разрешение HD+, то есть разрешение высокого качества. Но, опять же, вот яркость картинки адаптирована под то, чтобы батарейка у нас не садилась сразу. Для тех, кто любит смотреть фильмы, для тех, кто любит смотреть YouTube, вы будете получать качественную картинку, но батарея будет сохраняться на протяжении двух суток. Ну и по дизайну вы видите, Олечка, тут ты уже должна вступить и сказать, насколько он изящный, красивый и в то же время функциональный, потому что многие делают красивую обертку, красивый корпус, но дотронулся и все, и остаются отпечатки пальцев, царапается быстро и так далее. Здесь корпус выполнен из специального ударопрочного АБС-пластика, плюс нанесена гравировочка на этот корпус, чтобы не оставалось отпечатков пальцев никаких. Удобно держать, не выскальзывает из рук, скруглены края для того, чтобы он казался намного тоньше, чем он выглядит. Посмотрите, да, кажется он, что около 5 миллиметров, хотя на самом деле где-то 7-7,5 миллиметров по толщине, но смотрится очень и очень изящно. То есть опять же, подход этого транснационального бренда Nokia здесь фирменный, это красота, надежность и функциональность. И очень симпатичные цвета, давайте на них сейчас посмотрим, причем знаете, что мне нравится от бренда Nokia? Ну не банально, они подошли, да, Леша, к цветовой палитре. Она необычная, с градиентом, видите, синий цвет, от темно-синего, голубому, вот пурпурный мне тоже нравится, светло-светло-фиолетовый к темно-фиолетовому, пурпурному оттенку. Ну и серый цвет тоже есть в наличии, то есть это идеальный подарок для мужчины. Смотрите, у нас есть женские варианты и мужские варианты. Сегодня три цвета на выбор, 8999 рублей. Наушники от бренда Nokia в подарок. Отдельно наушники стоят 2000 рублей, сегодня они прилагаются в качестве подарка. И если вы зайдете на официальный сайт бренда Nokia, вы поймете, что даже там цена практически на 1000 рублей дороже. У нас самые выгодные условия. Многие из вас скажут, а как такое возможно? На официальном сайте даже цена дороже, как? Друзья, смотрите, дело в том, что на нашем телеканале очень большие продажи. То есть, смотрите, нас смотрит 45 миллионов. Естественно, ни один магазин не может похвастаться таким количеством продаж. Вот за первый час у нас было продано более 200 таких смартфонов. Но где за час в каком магазине продадут 200 смартфонов? Поэтому у нас на телеканале Shop and Show самые выгодные скидки от брендов. Бренд Nokia для нас только сегодня со скидкой 37%. Успейте сделать свой выгодный заказ. И еще и бесплатная доставка вам гарантирована в любой регион России. Ты знаешь, вот, Алеш, для меня самый главный смартфон, чтобы быть на связи. Вот мама моя, когда не подходит к телефону, когда вот она одна в Москву приезжает, я с ума сходить начинаю. Да что ж такое? Не подходит к телефону, значит, что-то случилось. Сразу в голову влезутся нехорошие мысли. А мне когда для работы, мне нужно общаться, мне нужно там смотреть информацию в смартфоне, я вижу, что батарейка садится. Но они постоянно садятся. И ты как без рук. И, конечно же, если раньше где-то полторы-две тысячи миллиампер час, если считалось нормальным, да, на день хватало, то сейчас, поскольку мы смотрим много видео, мы пользуемся огромным количеством трафика интернета, мы пользуемся навигационными программами. То есть для людей, которые постоянно в движении, постоянно вообще не находятся, конечно, нужна и батарея, которой бы хватало больше, чем на один день. Здесь батареи хватает не на день, даже не на сутки, а хватает на двое суток. Как это решено? Ну, во-первых, еще раз я скажу, здесь стоит батарея емкая, 4,5 тысячи миллиампер час и плюс искусственный интеллект. То есть этот искусственный интеллект изучает вашу активность, какими приложениями вы чаще всего пользуетесь, какими не пользуетесь, какие приложения больше всего потребляют электроэнергию и, соответственно, распределяют эту энергию таким образом, чтобы батареи хватало на большее время, чтобы она экономилась там, на тех приложениях, которые вы не пользуетесь. Соответственно, это и позволяет использовать смартфон на протяжении двух суток. А в наше время это уже называется долгожителем, когда смартфон работает двое суток, это уже долгожительство. Ну, слушай, я, например, всегда захожу в Инстаграм, часто пользуюсь навигатором, который очень быстро жирает батарейку, и до вечера, естественно, мой телефон не доживает. И когда вечером я прихожу домой, очень часто бывает, что я либо с одним процентом уже прихожу, либо вообще уже по нулям. А сейчас смотрите, когда у нас были холода, минус 20 градусов. Вроде бы из дома беру со 100% зарядкой, выхожу на улицу, 40%, как это возможно? Муж мой вообще с ума сходит, говорит, Оль, мне надо телефон менять 3 года, ему батарейка вообще на морозе не держится. Вот, друзья, изумительная вариация. Сколько стоят дорогие смартфоны? Яблочные сколько? 100 тысяч рублей. Кредиты берут для этих смартфонов. Зачем, если есть Nokia на телеканале Шопеншоу сегодня за 8 990 рублей? Ничуть не хуже дорогущих смартфонов. И тоже есть имя Nokia. Будьте с гордостью говорить, да, это смартфон от бренда Nokia. Бесплатная доставка. Три цвета на выбор для женщин, для мужчин. Скоро 8 марта, 23 февраля. И наушники в подарок. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Мы ждем ваших звонков. Алеша, ну какими еще можно воспользоваться услугами при помощи смартфона? Да, смартфон нам дает возможность не только общаться с людьми, но и пользоваться программами очень удобными. Допустим, госуслуги. То есть это вот сайт, который введен на государственном уровне, и которым мы можем пользоваться, чтобы экономить свое время и свои нервы. То есть для того, чтобы поменять паспорт, записать ребенка в детский сад, записаться даже к врачу, да, получить какую-то консультацию, достаточно зайти на этот сайт и заполнить анкету, подать документы. Все это делается дистанционно. То есть для того, чтобы воспользоваться госуслугой той или иной, ну все, что вам нужно, да, начиная там от пенсии, заканчивая вот как раз ребенка в детский сад, все это мы получаем дистанционно. Без этого уже невозможно. И если у вас дома нет компьютера, нет планшета, нет каких-то других устройств, то как раз смартфон дает вам возможность воспользоваться этими услугами. Большой экран позволяет вам получить, соответственно, большое количество информации сразу же на этом самом экране. госуслуги, пенсионный фонд, справочник лекарств, вообще огромное количество программ, которые вы, соответственно, настроите для себя. И целый день вы можете пользоваться безотрывно, да? То есть поговорили с кем-то, зашли в фотографии, фотографии там сфотографировали, потом зашли в YouTube, какой-то ролик посмотрели, потом зашли в интернет, почитали новости, потом книжечку для себя открыли. То есть вы постоянно общаетесь, работаете со смартфоном, и при этом батарейка на двое суток. Вот, видишь, как здорово. Знаешь, вот, кстати, хочу с тобой поговорить по поводу и приложений, очень нужных для каждой семьи. Свекровь моя, она живет одна в другом городе. Мой муж ей звонит ежедневно. Один раз был такой эпизод, я была на работе, а он, видимо, в машине включил скайп, с ней разговаривал по телефону, и телефон разрядился. А у него не было зарядки специальной от прикуривателя, который работает. Забыл он ее, ну что же теперь сделаешь? Ты не представляешь себе кровь, обзвонился. Я была в эфире, я потом выхожу, у меня семь неотвеченных вызов. Она, что-то случилось с Димой, что-то случилось. Он за рулем, он со мной разговаривал, сколько ему раз говорит, чтобы он не разговаривал со мной по скайпу за рулем. Ой, слушай, ты знаешь, и, ну, в итоге я потом дозвонилась до него, когда он пришел домой, зарядил телефон, все нормально вообще. Ты понимаешь, да, зарядка очень важна в нашей жизни. Да, очень важно, так же, как и общение важно в нашей жизни. Вот сейчас для тех, кто по-прежнему пользуется своими телефонами и общается только слыша голос своих родственников, смартфоны дают вам возможность безграничное в общении. Во-первых, удобно печатать, да. Если вам нужно отправить какое-то сообщение, то, пожалуйста, вот в такой раскладочке вы печатаете и отправляете. Если не хотите печатать, там очки не взяли и не видите, хотя крупные, да, здесь цифры, вы можете надиктовать. Оля, привет, как дела? Я на эфире, перезвони мне, как освободишься. Точка. Все, и это сообщение отправляется. То есть вы можете надиктовывать сообщение, а специальная программа как раз уже их печатает. Хотя можно и отправить голосовое сообщение, допустим. То есть когда ты не можешь дозвониться, да, ты, о, Олечка ответила мне. Привет. Ты нажимаешь и говоришь, Оля, получил твое сообщение, у меня все хорошо, скоро освобожусь, и мы обязательно созвонимся. Пока-пока. Раз. И все, мой голос уже туда отошел, да. И она уже слышит мой голос, но слышит его не в режиме реального времени, скажу так, а в запись. Пожалуйста, фотографию мне прислала. Алеша, вообще-то я за тобой слежу, я знаю, чем ты сейчас занимаешься. Можно даже не докладывать. Кстати, да, кстати, можно и навязать. Дальше, смотрите, соединение по видеозвонку. И обратите внимание, что мы сейчас не тратим деньги на сотовую связь. Мы с вами общаемся по интернету. Да. То есть мы платим за интернет, допустим, условно, там 300 рублей в месяц, и на эти 300 рублей мы хоть круглые сутки можем общаться с человеком, видеть его на экране. Привет, Алеш, как твои дела? Слушай, мы так Новый год отмечали сразу по конференции со всей нашей... Да, то есть здесь могут быть сразу несколько человек. У меня дети, когда сидели на самоизоляции, да, когда они общались, вот они общались с друзьями вот таким образом. Человек 10 у них было как раз на связи, и вот они, да, сын со своей девушкой на расстоянии смотрели фильм, там, сериалами пользовались, да. Опять же, вот связываясь так по видео. То есть смартфоны – это реальная возможность связаться с человеком и увидеть его глаза, увидеть его улыбку, увидеть его прическу, да, увидеть вообще человека. Да, не вживую, сейчас мы разделены расстояниями, разделены вот этим вот самоизоляцией, но смартфон дает возможность видеть, общаться и поддерживать друг друга в эти трудные времена. Ну вот от себя, да, замечу, да, вот, например, если кто в другом городе живет или за границей, тут вообще перелететь невозможно сейчас, поэтому это просто наше спасение, когда мы можем как будто бы видеть и чувствовать друг друга при помощи смартфона, особенно такого, как Nokia, здесь яркие, четкие, краски. Кстати, друзья, а потом через смартфон передадим информацию нашему Canon, Canon легенда, надежный бренд, и потом распечатаем фотографии, да и всю полезную, нужную информацию. Друзья, я не представляю, как сейчас можно жить без сканера, без принтера, он нужен нам на каждом шагу. Мама моя с папой очень часто меня просят документы их отсканировать, даже в поликлинику сейчас анализы, вот, чтобы сдать, да, невозможно прийти без скана полюса, без скана паспорта, все быстренько отсканировали, все необходимая информация, фотографии, если у вас школьники в семье, ну, просто необходимый вариант для каждого дома, сканер и принтер цветной от бренда Canon для вас за 8999 рублей. Очень классная цена, друзья, и главное, что это действительно надежно, это не какой-то, как японо-китайский бренд, да, это действительно качество, которое прослужит долго, да еще и бесплатная доставка в любой регион России. Так, смотрите, друзья, напомню, что обычный компьютер стоил 60-70 тысяч рублей, у нас 29 тысяч рублей, это отличная цена, которую нужно завладеть как можно скорее. Ну и смартфон Nokia, который бьет сегодня все рекорды продаж. Алеш, я даже знаю, почему, потому что такой цены нет нигде, за такой крутой смартфон. В магазинах, ну, с такой смартфон будет стоить 1010-12. У нас цена 8999 рублей. И что он дает? Ну, фотографии с хорошей детализацией даже в темноте, то есть ночная съемка, искусственный интеллект, который обрабатывает портретный режим, есть панорамная съемка, видеорежим, который снимает разрешение Full HD. Специальная программа, которая адаптирует вашу батарею под вашу активность, и хватает, соответственно, ее на двое суток. Качество картинок вы видите сейчас. Ну, самое красивое время суток – это рассвет или закат, так хочется его всегда запечатлеть, обставить в памяти. И не хватает на это, допустим, вашей камеры обычного телефона, обычного смартфона. Здесь есть специальный ночной режим. Безопасность и моментальный доступ без каких-либо паролей, графических ключей – это как раз сканер отпечатка пальца, либо распознавание по лицу. Здесь это все есть, друзья мои. Ну и финское качество. Почему, да, Оля говорит, невероятное количество звонков? Потому что Nokia не нуждается в презентации. Этот бренд знают все. И действительно, бренд, который на протяжении долгих лет, это уже лет 80, как они начали заниматься мобильной сотовой связью, они остаются лидерами. Причем производят не только смартфоны и телефоны, но и оборудование для создания вот этих беспроводных сотовых сетей, которыми мы пользуемся. Мы пользуемся, мы уже привыкли, а за этим стоит труд большого количества очень умных людей, которые это все создают и поддерживают. Конечно, и цена 8999 рублей. За легенду, за Nokia, фон, когда только появились телефоны, мой первый телефон появился мне в 18 лет. Это была огромная Motorola такая, ух, огромная. Но я была счастлива, потому что это просто роскошь была. Но у тех, кто побогаче, была Nokia. Но я не могла себе ее позволить. А так что, друзья, все будут думать, ничего себе, какая крутая Nokia или крутой, потому что у нас разные цвета представлены. И женские вариации, и мужские. Вот этот цвет называется пурпурный. Посмотрите. Мне нравится, что здесь градиент есть, да, от темного к светлому. Еще у нас есть синий цвет. Это, знаете, и для мужчины, и для женщины подходящий. И черный. Можете заказать его для вашего супруга на 23 февраля. Подумайте, может быть, пора уже обновить ваши смартфоны. Ведь не нужно брать кредит, если этот смартфон стоит 100 тысяч рублей. Здесь 8999 рублей. Бесплатная доставка в любой регион России. Наушники от бренда Nokia, которые отдельно стоят тысячи две. В подарок сегодня прилагаются только на время прямого эфира действует такая акция. И вот сами посудите, друзья, сейчас не надо ничего платить. Вообще ни копейки. Вы платите только потом, когда получаете смартфон на вашей ближайшей почте. Вот пришли на почту, получили заказ и там заплатили. Делаем это тогда, когда это удобно сделать. Так, Алеш, смотри, для меня, как для женщины, очень важно, чтобы фотографии были красивые. Потому что я в соцсети часто выкладываю фотки, видео. Мы с тобой тоже часто снимаемся. Как здесь камеры? Для меня тоже, как для родителя, постоянно нужно детей снимать. Особенно, когда маленький ребенок появился у нас, Сашка, 4,5 года назад. Это, конечно, бесконечное количество фотографий, как он растет. Потому что время идет невероятно быстро. И уследить, угнаться за тем, как растет ребенок, может только ваш смартфон, который снимает хорошие фотографии. Итак, друзья, давайте по очереди я сейчас поподробнее расскажу о камере. 13 мегапикселей камера с искусственным интеллектом. Олечкино лицо сейчас в темноте, а на экране оно очень качественное, хорошее подсвечено. Это как раз возможность обрабатывать фотографии в режиме реального времени и делать хорошие снимки. Есть специальный ночной режим, он используется как раз для съемок в сумерках, ночью, на рассвете, на закате. Сейчас мы видим, как... Я сейчас в портретном режиме, кстати, нахожусь, Оль, да? То есть я не настраиваю, я не выбираю режимы, я яркость не выбираю. Все это делает смартфон самостоятельно в автоматическом режиме. Дальше. Кроме того, что есть ночная съемка, есть портретный режим. Что это такое? Это когда задний фон у нас с вами размывает. Эффект боке. Кстати, в эффекте боке можно применить еще ряд дополнительных функций. Это размыть фон с каким-нибудь рисунком. Посмотрите. То есть сделать вот огонечки такие кругленькие, звездочками, бабочками, сердечками. То есть создать действительно художественную фотографию. Здесь компания Nokia вот применила такие дополнительные, дополнительный такой функционал. Ну и обработать фотографии тоже можно здесь дополнительно. Разукрасив их, выбрав один из режимов, эффект бьютификации такой добавить. То есть здесь, кроме того, что сама камера хорошая, с искусственным интеллектом, есть еще ряд замечательных дополнительных функций. Слушай, помнишь, раньше фотоаппараты с собой носили, потом пленку проявляли, потом полароид появился. Потом появились цифровые, но это тоже были мыльницы, фотоаппараты, там объектив выбирали. Батарейки надо было менять. А здесь и телефон, и фотоаппарат, и видеокамеры, все в одном. Да и можно перечислять бесконечно. И фотоальбом. Вот это очень ценно. Кстати, сколько здесь хранить можно по объему фотографии? Здесь небольшой объем памяти, 32 гигабайта, ну такой достаточный для пользования, но если вы хотите хранить фотографии и видео, то можно установить карту памяти, ее использовать как хранилище, ее использовать именно для хранения фотографий. То есть фотоальбом, видеоальбом, который всегда рядом с вами. Я очень часто, кстати, когда у меня есть время, залезаю в фотографии и там просматриваю, да, там отпуск какой-нибудь, как мы там с ребенком гуляли, ходили в детскую комнату, в парк, в динопарк. Это, ну это вот эмоции, да, которые дает нам данный смартфон. Класс, и мне нравится, что здесь такое яркое изображение. Вот сейчас в Одноклассники наши с вами любимые зашла. Смотрите на наш сайт shopenshow.ru. Здесь можно всегда посмотреть, что у нас предлагается, какие скидки действуют на нашем телеканале. Да и вообще на вашу страничку, представляете, будут теперь заходить ваши подружки и видеть яркие, четкие, насыщенные фотографии. Меня больше всего удивило, как в темноте он снимает. Помните, фотоаппаратом иногда сфотографировали в темноте, глаза красные, не поймешь, кто там на фотографии. Ну, запечатлели, и ладно. Здесь в данном случае вот классно. Это только бренд Nokia так может в темноте снимать, как будто бы с ярким освещением студийным. Это здорово. 8999 рублей за вашу яркую жизнь. Смартфон Nokia 2.4. И три цвета на выбор. Синий, пурпурный. Женский вариант идеально на 8 марта в качестве подарка. Мужчины, сейчас для вас говорю, ну это хороший подарок. И не за 100 тысяч смартфон, а за 8999. И это Nokia легенда. Впервые на Shop and Show. Ну и черный цвет для себя вы тоже возьмите, дорогие мужчины. Он тоже имеется в наличии. Бесплатная доставка и наушники в подарок. Делайте свои выгодные покупки. Только в рамках тотальной ликвидации действуют максимальные скидки на все-все-все. Я хочу сказать про операционную систему. Здесь стоит операционная система Android 10 с бесплатными обновлениями, гарантией бесплатных обновлений на протяжении двух лет. То есть, опять же, когда будут обновляться операционные системы, вы их будете получать и смартфон будет работать оптимально. Ну и плюс набор дополнительного функционала. Во-первых, Google кнопка выведена отдельно. Это ассистент, который позволит вам нажать на нее и задать какой-то вопрос голосовому помощнику. А также с помощью фотоаппарата вы сможете, смотрите, использовать его как переводчик. То есть, увидели иностранный текст, английский язык, испанский, итальянский, японский, корейский, китайский. Фотографируете ее. И, соответственно, у вас происходит сразу же перевод. То есть, у вас появляется... А, ты хочешь проверить сразу, да? Надо проверить. Знаешь, вот буквально недавно мама мне говорит, Оля, ты мне срочно нужна, когда ты уже приедешь к нам. Ей подарили на Новый год целый набор. Там средства для волос и для тела, уходы там всякие. Но все на английском языке. Она говорит, английский ничего не понимает, там еще маленькими буквами все написано. В общем, я пришла и перевела так. Я говорю, вот это шампунь, вот это я английский знаю. И она сделала наклейки, пластырем прям залепила и там написала шампунь, гель для душа. Ну вот смотри, вот смотри, у нас сейчас здесь коробочка как раз, да, с английским текстом. Я навел сейчас на коробку на этот текст. Я думаю, это актуально. Будет сейчас очень много товаров, особенно корейских, да, японских. Если английский мы еще более-менее как-то знаем. Вот, навели мы. Так. Сфотографировали текст. Вот, сейчас был на английский. Все, он уже перевел. И автоматически. Он уже перевел, вы видите, уже наушники, стерео наушники. А покажи до и после, покажи, покажи, вот до и после, видите, английский и русский. Вы, это гениально. Слушайте, для школьников просто гениальное изобретение. Ну вот ты сейчас подсказала тему, как переводить тексты на английский язык. Как получать пятерки по английскому языку. Да. Без помощи преподавателя. И это еще не все. То есть, да, вы можете также поступать с любым другим текстом, да, вы можете искать что-нибудь, какую-то информацию, сфотографировав ту или иную вещь, да, опять же, и у вас сразу же происходит поиск. Вот он здесь, поиск. Домашнюю работу выполнять, допустим, в учебнике, да, что-то, опять же, у нас там, ну, какой-то пример непонятный. Вот, здесь есть домашняя работа, нажимаете, и у вас ищется решение уже с помощью вот этого помощника. Ну и дальше, покупки совершать, опять же, вещь какая-то понравилась, нажали и ушли, покупки места искать, где, да, сфотографировали, и, соответственно, происходит поиск. Кафе и рестораны, опять же, с помощью вот этой Google Lens. То есть, вот этот помощник, Google Ассистент, позволяет вам как голосом управлять своим смартфоном, искать информацию с помощью голосовых задач, а также с помощью фотоаппарата, вот как раз распознавать тексты, читать их, переводить, решать примеры, совершать покупки и многое другое. Представляете, какой функционал? Вот сейчас, уже такая фраза стала крылатая в нашей семье. Мама, а ты не знаешь, что это такое? Я всегда загугли. Вот есть такое выражение, загугли. Они понимают, что мама не знает ответа, и нужно опять обратиться к телефону. Можно найти все ответы здесь, в смартфоне, абсолютно любые. Какая температура в Венесуэле, можно узнать буквально за считанные секунды именно благодаря такому смартфону. Перевести любые тексты с любого языка можно благодаря вот этому смартфону. И не забывайте, что это не просто бренд Nokia, стильное оформление шикарного смартфона. Это еще и телефон, который держит зарядку уникальным образом до двух суток. И на морозе батарейка не садится. Этим и отличается бренд Nokia от дорогущих смартфонов яблочных, на которые мы вечно берем кредиты. Здесь кредит брать не надо, да и сейчас оплачивать ничего не нужно. Оплата потом. Потом, когда будет возможность, тогда придете на почту, заберете товар, и там произведете оплату. Сейчас вы экономите 37%. И это самая выгодная цена, которая действует только на шопеншоу. Бесплатная доставка и наушники в подарок. Три цвета на выбор. Здесь у нас, смотрите, черный, ну серый при заказе, синий и пурпурный. Звоните, заказывайте прямо сейчас. Алеша, знаешь, вот в моем смартфоне банковские карты. Ну мне неудобно из кошелька их доставать. Я, знаешь, вот на завтрак, на ужин, на обед пошла вот здесь в столовую. Я прямо с моим телефоном прикладываю и расплачиваюсь. Для меня очень важно, что мой смартфон обладает функцией Face ID. То есть, получается, моей банковской картой никто не может воспользоваться, кроме меня. Если он меня узнает, он оплачивает. Если он меня не узнает, значит, он ничего не оплачивает. Ты абсолютно права, смартфон хранит огромное количество личной информации. Да. И тот же выход в госуслуги, и банковские карты, банковские счета, потому что мы здесь это можем пользоваться. По безопасности, друзья мои, посмотрите. По безопасности. Здесь у нас есть с вами сканер отпечатка пальцев. То есть, когда вы прикасаетесь к нему, и у вас происходит разблокировка. Вот я заблокировал, не дотрагиваюсь до экрана, сейчас не ввожу какие пароли, просто прикладываю отпечаток пальцев. Это первое. Второе – это разблокировка по лицу. Иногда бывают руки мокрые, да, и тогда не срабатывает отпечаток пальца, и нам нужно с вами просто посмотреть на экран. Вы смотрите, и у вас происходит разблокировочка. Раз, все. Да, то есть, все, что я сделал, это заглянул в камеру, и он у нас раскрылся. Казалось бы, бюджетный смартфон. Бюджетный я называю тех, кто стоит меньше 10 тысяч рублей. Бюджетный смартфон. Но вот такой вот премиальной характеристики, как разблокировка по лицу, как сканер отпечатка пальцев, как великолепная камера, как большой экран разрешения HD, как великолепный красивый корпус, делает этот смартфон очень привлекательным с точки зрения цены, качества и технологий. Ну и бренда, да. Nokia тут с вас не берет деньги за бренд. Тут все у нас по-честному, поэтому вы сегодня получаете действительно брендовый телефон с хорошими, даже великолепными характеристиками по низкой цене. Еще и с подарком. Да, смотрите, какой попугайчик, как настоящий, даже лучше, чем по телевизору. Надо брать смартфон от бренда Nokia с максимально низкой ценой.